Водные объекты республики находятся под защитой. Любое серьезное загрязнение рек, озер и прудов преследуется законом. Чаще всего они страдают от неочищенных стоков, угрожающих флоре и фауне водоемов. Природоохранная прокуратура ежемесячно мониторит ситуацию. Жижа такая, мутная вода такая, ну навозная жижа. Все озеро вот так вот усыпано, если можно сказать, мертвой рыбой. Где-то мертвые, где-то вот они всплыли, хватают ртом в воздух. Массовая гибель рыбы – явный признак загрязнения. Так было и в 2012-м в реке Малый Цивиль. В пробах воды тогда обнаружили аммиак в 25 раз выше нормы. Сейчас в этом месте, около села Шахазаны, обстановка спокойная. В таких местах тоже рыба застревает, когда мертвая есть. Специалисты прокуратуры и рыбнадзора осматривают реку и вблизи у берега, и сверху с моста. Загрязнения обычно видны невооруженным глазом. Что у нас тут? Вон диск, и вон рядом с диском сейчас увидишь рыбок. Шмогает. Такие небольшие. Залонного запаха тоже не чувствуется. Нет, рыба есть. Расследование в 2012-м году показало, что тогда отходы в Малый Цивиль попали через приток реку Малая Сонарка, которая, в свою очередь, связана с прудами, граничащими с чеками ворнарского мясокомбината. Хранилища отходов должны быть надежно отделены от природных водоемов, чтобы в случае сильных дождей они не переполнились и не вылились в соседние водоемы. За восемь лет, по словам местных жителей, природа здесь восстановилась. Всяких тут много птиц. Если бы вода была убитая, грязная, то тут бы никто бы не сидел. Тут и утки, и айси. В прошлом году тут ловили. Даш, кидай, вытаскивай, кидай, вытаскивай. Вот таких красок. Чаек много, значит, и этот, мальков много. А вот визуальный осмотр берегов пруда вызвал вопросы. На бетонных краях наст коричнево-зеленого цвета, да и растения на берегу покрыты темной массой. Разъясняем, что в статье 250 Уголовного кодекса у нас установлена ответственность за загрязнение, засырение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному миру рыбным запасам. А в статье 256 Уголовного кодекса у нас установлена ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Позже сюда приедут органы контроля и проведут отбор проб воды по поручению природоохранной прокуратуры. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.